Евгений Юрьевич, здравствуйте. Вот то, что сейчас происходит на наших землях, с точки зрения логики исторического процесса, если, конечно, такая существует, тут тоже много мнений на эту тему, могло ли быть по-другому? Вы знаете, на мой взгляд, нет, конечно. Потому что надо прекрасно понимать, что когда еще шла перестройка, то на Украине, на территории Украинской ССР возникло так называемое движение в поддержку перестройки, известное под названием РУХ, где руководство с самого начала захватили откровенные антисоветчики из среды украинской вченой интеллигенции и письменников во главе с Иваном Драчом. И там довольно активную роль играли как раз бандеровцы. Ну, далеко за примерами ходить не надо, тот же Станислав Черновов. Более того, они открыто стали себя противопоставлять правящей коммунистической партии. И часть партии верхушки Украинской ССР, в частности тот же Леонид Кравчук, они решили и на поддержке вот этого движения прийти к власти. Тогда они еще не мыслили себя вне Советского Союза, тоже не надо строить и люки. Если бы Москва себя повела чуть по-иному, они бы прекрасно вписались бы в любой проект, в том числе и сохранение Украинской ССР в составе Союзного государства, но с гораздо большими полномочиями. Просто надо иметь в виду, что процесс украинизации Украинской ССР, он предпринимался ведь не один раз. Первый проект это Петлюровский проект, который уже тогда вызвал значительное противодействие со стороны местного населения, в том числе, кстати, сельского населения. Второй проект это уже в годы советской власти, первая половина 20-х, первая половина 30-х годов, там активно украинизации занимались так называемые бородьбисты. Это левоэсеровская партия или эсеровская партия на украинский манер, которая выпускала партийный орган по названию бородьба или борьба. И поэтому они и получили такое название бородьбисты. В 1920 году эту партию они сам распустили и стройными рядами вступили в ВКПБ, ну тогда еще РКПБ, Российская Коммунистическая партия большевиков. И именно эти товарищи составили костяк украинской компартии. Я имею ввиду Шумского, Хвылю, Панаса Любченко, ну и многих других. Противостояние между Москвой и Харьковом, а Харьков был тогда столицей Украинской ССР, продолжалось на протяжении всех 20-х годов. И вот в этот процесс украинизации поневоле были втянуты и высшие руководители страны. Я уже сто раз приводил вот это знаменитое письмо Сталина от апреля 1926 года, которое он адресовал Кагановичу, тогдашнему первому секретарю ЦК Компартии Украины, и другим членом ЦК Компартии Украины, где он как раз детально разбирал ту украинизацию, которая проводилась на Украине. И он говорил о том, что, во-первых, нельзя проводить насильственную украинизацию русских пролетарских масс, донбасских криворужья, поскольку это может породить в этих массах только антиукраинский шовинизм. И во-вторых, он прямо указывал на то, что дело украинизации отдали в руки местечковой интеллигенции, не коммунистической интеллигенции. Вот это он особо подчеркивал, который всегда будет проводить украинизацию под лозунгами «Деть от всего русского, дети от всего советского, дети от Москвы». Он как в воду глядел. Но вот этот процесс украинизации на арабский, вот этот барабийский манер, он был прерван в начале 30-х годов. Один из идеологов этой украинизации, Николай Скрипник, даже покончил жизнь самоубийством, не перенеся сей факт. А третья украинизация, вот на этот манер, не коммунистический манер, она уже пришлась на первую половину, середину 60-х годов. И там активным проводником этой политики был никто иной, как Петр Ехтюль-Шелест, тогдашний первый секретарь ЦК Партии Украины. Ему тоже дали по рукам. В 1972 году именно поэтому он был снят с поста первого секретаря ЦК Партии Украины и заменил Чербицкого. Причем, заметьте, как тот же Брежнев мотивировал эту отставку Шелеста и приход Чербицкого на пост первого секретаря, что товарищ Чербицкий твердо стоит на оппозиции к Богдану Хмельницкой, то есть Союза Русского и Украинского народа. И вот, наконец, четвертая украинизация, вот на такой же манер, она началась вот в годы Крабачевской перестройки, причем она активно поддерживалась Москвой. Очень активно. И когда после отмена 600 статей Конституции по поводящей направляющей СИИ КПСС, значит, получила юридическое закрепление, и власть стала перетекать от партии к органам советской власти, вот тогда был как раз и, значит, использован вот этот исторический шанс. Кравчук, который тогда был вторым секретарем ЦК Путиологии, он баллотировался на пост руководителя Верховного Совета и во многом стал им при поддержке именно руховцев. Потому что руховцы тогда на партнерских выборах получили более ста голосов. И вот опираясь на часть партийных элитры, партийные номенклатуры в самом Верховном Совете и вот на, значит, эту руховскую публику, Кравчук пришел к власти, а раз так, то он должен был расплачиваться по счетам, что называется. Поэтому с самого начала был взят курс на строительство Украины как антироссии. Это не афишировалось, это не пропагандировалось и не поднималось на щит, но по факту это происходило. Сначала тихой сапой, но с каждым годом все больше, больше и лучше. Причем я замечу, что в 97-м году ведь был подписан межгосударственный договор, в котором Россия уже де юре признала существование самостоятельной Украины, в тех границах, в которых она вышла из состава Союза СССР. Там было много положений, в том числе, кстати, отдельная статья касалась русского языка и русского, как таковы, что Украина брала на себя обязательства по защите русского языка, по развитию, по неущемлению прав русскоязычных на территории Украины и так далее. Но практически сразу эти положения договора стали грубо нарушаться. Особенно этот процесс ускорился во времена Ющенко. Казалось бы, вот тогда уже надо было пить в колокола. Но, к сожалению, Москва совершенно ничего не делала. Она как бы проходила мимо этой проблемы. Ведь это была кричащая проблема на протяжении всех этих лет. Вот если бы и сами украинские политики, но главным образом Москва, я вот это на этом хочу сакцентировать, значит, пропустили мимо тогда вот все эти шалости украинской политической элиты, я думаю, что мы бы вот до такой ситуации, как сейчас, не дошли бы. Представители вот этого националистического ядра бы и остались на уровне маргиналов, которые отбоджали бы интересы, ну, исключительно там 1% населения с промытыми мозгами. Но тут ведь еще важен вот какой факт. В 1994 году в Алуште, я всегда отдыхал в этом городе, еще со студенческих времен, я купил учебник по истории Украины на украинском языке, авторами которого был профессор Харьковского университета. И когда я прочитал этот учебник, я пришел в тихий ужас, потому что уже там содержались все те матрицы, значит, современной истории Украины, которые потом налегли в основу строительства Бандерского государства. Там уже говорилось о том, что Украина находилась в течение 300 с лишним лет под оккупацией ЦКВЭ, там уже говорилось о том, что в 1941-1945 годах была не Великая Отечественная, а немецко-радистская война, немецко-советская война. При этом Украина стала как бы жертвой этой войны со стороны двух воюющих держав, ну и так далее. Я здесь, в Москве, значит, сакцентировал внимание на этом учебнике у целого ряда крупных политиков. Но мне все сказали хором такую фразу. Не сгущай краску. После распада Советского Союза, вот такие национальные, возрожденческие, если хотите, движения, они ведь были почти во всех бывших странах Советского Союза. Но почему именно в Украине вот это выросло в проект антироссии? Ну, это очевидно, потому что это исторически сложилось так. Украина всегда была полем битвы между нами и Западом. Западом в широком смысле слова. Я в данном случае говорю даже не столько о каких-то государствах, ну, например, той же Австро-Венгрии или Польши, Речи Посполитой, а прежде всего о Ватикане. Потому что политика Драхна-Хостон, она идейно окормлялась именно Ватиканом. И в данном случае неважно, кто проводил эту политику. Там немецкие крестоносцы или датские и шведские крыльцы, или там поляки, австрияки и так далее. Задача была отколоть от православной церкви как можно более значимые территории. Политика эта проводилась на протяжении столетий. Особенно активно эта политика проводилась в рамках Речи Посполитой еще с конца 16 века вспоминайте знаменитую Брестскую хунию. Ведь надо было делать идеологическую подкладку. Вот эта идеологическая подкладка в виде муниадской церкви, собственно говоря, создавалась уже тогда. Затем, во времена Российской империи, как бы эта тема ушла на десятый план, но заметьте, после крушения Речи Посполитой, уже с конца 18-го, начала 19-го века, появляются первые росты украинского политического проекта. Ну, знаменитая или печально знаменитая история русов, авторство которой до сих пор является предметом споров, это ярчайший образчик как раз вот такой антироссийской пропаганды на историческом поле битвы, причем лжепропаганды. Понимаете, там такое количество мифов награждено, что надо снять, наверное, 100 передач, чтобы каждый этот миф опровергнуть. Но, тем не менее. Затем вспоминайте тоже Кирилл и Нефугевское братство. Ну, это своеобразная масонская ложечка, на которой были как раз виды представителей малороссийского симпатизма. Тот же Кастапаров, тот же Шевченко, тот же Куриш. Правда, они тогда не ставили конкретно такую вот ярко выраженную политическую задачу оторвать Уклину от России. Более того, в их программе были заявлены идеи панславизма, то есть создание всеславянской федерации, где через запятую были Польша, Чехия, Словакия, Украина и Россия. Вот так вот. Уже тогда у них в программе это значилось. Но тогда это было еще не противостояние, как бы, этих славянских народов и государств, а оборона. Таза как для единства этих славянских народов и государств, но Украина уже как отдельное целое от России. Уже тогда. А политический проект Украина возникает уже на рубеже 19-20 вековской. Ярчайший образчик этого – это политическая партия Николая Михновского, автора тех самых знаменитых «Десяти заповедей украинцев». Ну, это в чистом виде такой, то, что националистический, а в прямом смысле нацистский проект. А как вишенка на торте, значит, если не брать там веятельность петлюра или компания, это вот уже сочинение Донцова, Дмитрий Донцов, автор «Идеи интегрированного национализма» и известной книжки «Национализм», которая была опубликована в Евгении еще в 1926 году. То есть вот идейной основой, вообще-то, современного бандеровского движения до сих пор является именно эта книга. Чем она примечательна? Дело в том, что именно там, развивая идеи интегрального национализма и создания моноэтнического, значит, украинского государства, было заявлено о том, что задача украинского национального движения заключается не только в создании этого идентичистого украинского государства с жесткими репрессиями всех потенциальных и реальных противников этого государства, но и уничтожения Московско-Азиатской империи. Каковым они считали Российскую империю или Российскую республику, поскольку Дахтов прямо сказал, что мы не решим первую ключевую задачу создания истечистого украинского государства, пока будет существовать Московская Азиатская империя вообще, в принципе. То есть вот пока это государство будет в планете, пока оно будет соседствовать с нами, свою задачу до конца мы так и не решим. И вот эта основная установка бандеровского движения, она была хорошо известна европейским и заокеанским кладом. Поэтому именно Украина была выбрана как таран. Потому что националистические движения... То есть идеологически они вообще-то были к этому готовы, получается? Конечно. Потому что националистические движения в Прибалтике, в Молдаве, в Грузии, в Армении, еще где-то, они не ставили перед собой эту задачу. То есть они не считали, что для строительства их национальных государств надо уничтожить Российскую империю. А украинское национальное движение, оно базировалось именно на этом постулате. Что да, мы строим нашу украинскую государственность, но эта проблема никогда не будет решена до конца, пока существует угроза со стороны России. Пока существует это государство, мы, наше национально-украинское государство, никогда до конца не построим. Значит, должна решаться двуединная задача. Строительство этого государства и одновременно лютая борьба с Российской империей. И идиологи современного украинского проекта в лице тех же британцев, американцев, немцев, кого хотите, они прекрасно это знали. Поэтому именно Украину и избрали как татан против России. Им Украина сама по себе абсолютно не нужна. Они ее используют исключительно как инструмент. Но при этом очень грамотно проводят попытку мозгов. То есть, понятно, да, идеолога, пропагандистскую кампанию представляют дело таким образом, что Украина борется за свою независимость. Вот Азиатско-Московская империя. Что она не является условно лишь инструментом борьбы самого Запада с Российской империей. Ну, до кого-то, может быть, сейчас это уже и доходит, потому что наши западные партнеры то там, то здесь прополтались уже. Зачем им нужна Украина? Ну, не единожды причем, да. Да, не единожды. Но, к сожалению... Слушайте, вот у нас недооценивают вообще пропаганду как таковую. Вы посмотрите, значит, как разрушали Советский Союз. У Яковлева уже это написано, что мы избрали простой, как кувалда, метод. Смотрите, как он написал. Простой, как кувалда, метод. Авторитетом Ленина ударить по Сталину. Случай успеха авторитетом Плехановой социал-демократии по Ленину. Случай очередного успеха авторитетом общечеловеческих ценностей и либеральных свобод по социализму, коммунизму и революционизму вообще. Как эта работа проводилась? Прежде всего, через промывание мозгов. Через телевидение, через печать. То есть, вот этот алгоритм точно таким же опытом был зачистован и на Украине. Такой же алгоритм точно так же сейчас задействован, опять-таки, на той же Украине, в Европе, в Америке и так далее, и так далее. Простой, как кувалда, способ. Потому что надо же понимать, что думающие части населения во всех странах, ну, проценты не очень высок, кто критические мысли по маркету, да, все повергает сомнению. Многие получают, так сказать, информацию из телевизора и верят ему, как самому себе. Ну, и плюс надо введать в виду и соответствующие школьные программы, вузовские программы. Ведь гораздо проще воспитать человека, у которого ничего нету, и какие-то истины ему, значит, в мозги влить, чем человек, который уже имеет жизненный опыт. Мы все свидетели того, что происходит сейчас. Военное столкновение на территории Украины. Это, безусловно, трагедия. И, вы знаете, у многих сложилось впечатление такое, что вот, и сам иногда грешен бываю, тоже так думаю, что вот чистая военная победа, она решит все вопросы на этой территории. Так ли просто все? Нет, конечно. Но вот тут дело в пропаганде. Вы поймите, подавляющая часть населения, она вообще не деферентна. А они готовы жить при любой власти, лишь как не трогали. Это первое обстоятельство. Второе. Все дело ведь, значит, в том, как будет выстроена в альтерах государственная пропаганда, что будет показывать по телевизору, значит, выпускать по радио, печатать в газетах. И самое главное, то, что будет преподаваться в школах и в институтах. Потому что не случайно переписывание историй, переписывание учебников, это была одна из сильнейших забав украинской политической элиты. Они же прекрасно понимают, что мозги надо формировать на раннем этапе становления человека, как личности. Ну, с этой задачей они успешно справились. Потом у нас есть опыт, словно говоря, инкорпорации той же Западной Украины в состав Советского Союза. Вы не думайте, что на территории Волыни и Галиции сплошь и ряд были совместники просить Советского Союза и так далее. Во многом, во многом, какие-то негативы были связаны с теми репрессиями, которые были неизбежны в ходе инкорпорации этих территорий в состав Советского Союза. Борьбы с Ауновским подпольем, выселения части, значит, жителей этих территорий и так далее. Но основная масса населения, она вполне лояльно относилась к Советскому Союзу. Я это сам знаю. Пока, пока, значит, вот это бандеровское подполье было под контролем, пока наиболее яркие виды представителей, этот подполь, в общем-то, не казали голову и не открывали рот. Но как только была, значит, предоставлена им свобода рога, вот здесь все они развернулись попком и начали перепропагандировать домошнее население, педалируя именно на тех страницах истории, которые вызывали у любого народа. Ну, негативный осадок, понимаете? То есть, когда вам изо дня в день, там, из часа в час, говорят именно об этом, то у вас неизбежно в голове складывается такая кинометка. Вот. На самом деле-то, и убедить эту публику, это дело не такое сложное. Не думайте, что на это потребуется, там, десятилетия. Этот исторический опыт не только у нас, это исторические опыты в других странах мира, в том числе и в европейских странах. То есть, здесь речь идет о пропаганде, воспитании, обучении и так далее. Дальше. Не забывайте тот факт, что Украина уже не первый раз становится объектом гражданского противостояния, гражданской войны. Вспоминайте, какая кровавая гражданская война шла на территорию Украины, каких-то сто лет в садах. Там тоже все против всех воевают. Дикое поле. Да. И тем не менее, тем не менее, уже там в середине 20-х годов ситуация-то стабилизировалась. В том числе и идейно-политическая ситуация. А уж я не говорю там про 30-е годы. И даже в период войны. Все-таки львиную долю, значит, украинцев воевала на стороне советской власти. В ритах рабочей христианской Красной Армии и партизанских соединений там. Ковпака, Штодорова и так далее, и так далее. Ведь бандеровцы при всем своем желании не смогли противопоставить Красной Армии и советских партизанам какую-либо внушительную силу. Максимально, что бандеровцы могли поставить под ружье, это 100 тысяч. 100 тысяч. А в рядах, кстати, рабочей христианской Красной Армии и партизанских соединений воевало до 8 миллионов украинцев. Ну где 100 тысяч, где 8 миллионов. Вы же поймите. Да, еще одна немаловажная позиция. Она связана с тем, что, в отличие, например, от той же Путшей, от той же Австрии, а ведь представители украинской политической элиты, они легко инкорпорировались в общесоюзную, в общероссийскую политическую элиту. Если вы посмотрите на состав того, что Политбюро ЦК, в Римске, еще прежде, там было полно-полно украинцев, выходцев с Украины, элитических украинцев. Тоже самый высший генералитет Советских вооруженных сил. Кричко, Кышевой, Малиновский, Паскопенко, Юшенко, ну и так далее, и так далее. У Бринзева тоже в паспорте, кстати. Ну да. В первом варианте паспорта, который послевоенно был, там было написано «украинец». Ну и таких украинцев было полным-полно. Там тот же Подборный, тот же Кириленко, тот же Щепков, Тихонов, Щербицкий, Шелест, ну и так далее, и так далее. Они все были либо уроженцами Украины, либо этническими украинцами. Не, ну большая территория, большая страна, большой народ. Это естественно, в общем-то, да. Ну да, да, да. Поэтому, кстати, и белорусы тоже были инкорпорированы в советские политические элиты. Там у нас обычно называют фамилию Машерова, но при этом почему-то забывают таких представителей белорусской политической элиты, как Мазуров Кирилл Трофимович, как Михаил Васильевич Зимянин, как тот же Николай Семенович Потоличев, ну и так далее, и так далее. Дальше и Николай Никитчелленков, который совсем недавно умер. Более того, тот же Косыгин, противовес, кстати, Брежневу, который опирался на выходцев из Днепропетровска и других украинских регионов, Косыгин опирался по большей части именно на белорусов. При нем Мазуров был долгие годы первым заместителем председателя Совета Министров, а Сленков был заместителем председателя Госплана СССР. Еще одну громкую фамилию не упомянули, Громыко. Да, Андрей Андреевич Громыко, да, да, выходец там из-под Гомеля, по-моему, да. Ну, на самом деле, кстати, его фамилия-то не Громыко, а Бурматов, но это так, к слову. Вот эти вот идеи, националистические украинские идеи, мы сейчас говорим о том, что само государство, которое существует пока еще, поддерживается и живет только благодаря помощи внешней. Без подпитки идеологической, вот фабрик мыслей лондонских, американских, вот сами по себе вот эти идеи, националистические украинские, они способны выжить без помощи извне? Ну, вы знаете, дело в том, что в головах, значит, отдельных представителей, они будут жить всегда. Причем это не касается только украинцев, только в народе, в любой нации есть представители. Другое дело, что на той же России или Белоруссии эти ребята-маргиналы, которые мнят себя лидерами общественного мнения, пытаются там натянуть сову на глобус, но никакой реальной поддержки со стороны населения не пользуются. А на Украине дело как раз обстоит совершенно наоборот. Ну, слушайте, на протяжении 30 лет государственная власть была нацелена именно на то, что строит Украину как антироссию, по бандеровскому проекту. Надо сказать, что им это удалось, причем при активной поддержке. Я замечу, что, как и сто лет назад, на Украине, по сути дела, идет гражданская война, в которую активно вмешивается именно Запад. То же самое происходило в 1918-1920 годах. Таким же образом, значит, страны Антанты и бывшего четвертного блока спасировали белые правительства. Евгенича, Миллера, Колчака, Деникина и далее по списку. Таким же образом они поддерживали, ну, прежде всего, немцы, украинское национальное движение. На чьих штыках пришел этот Гетман Скоропадский? Скоропадский. На германских штыках, понимаете? При этом он не был сам, ну, условно говоря, украинским националистом. Ну, таким уж отмороженным. Поэтому совершенно очевидно, что, значит, Украина и дальше будет до последнего, что называется, выжига. Причем я замечу, что они, по большому счету, ничего же не, значит, теряют. Даже если они проиграют на Украине, то они останутся при своих. Потому что Украина всегда исторически была частью России. Ну, может быть, там пострадают в какой-то мере поляки. Но, слушайте, поляки также мало интересуют Лондон, Вашингтон. А уж тем более сейчас Берлин, как и, собственно говоря, сами украинцы. Понимаете, у поляков там могут быть сколь угодно наполеоновские планы по поводу этой западной Украины, Волыни и Галиции. Ну, я думаю, что даже если поляки вяжутся, например, в открытые столкновения с Россией, на уровне там не каких-то ЧВК, а на уровне самой поиска армии, никто их поддерживать не будет. Это иллюзия. Они также будут рассматриваться в качестве, значит, живого мяса, противоприятия нестей. Вы не первый человек, который говорит, что когда украинцы закончатся, то полякам следующим приготовятся. Абсолютно так. Причем, вы заметите, что именно в этом русле идет и вся польская государственная пропаганда. Понимаете? Потому что просто так по щелчку поднять, условно говоря, польского обывателя на войну с Россией не так-то просто. А если ему промыть мозги в нужном направлении и представить дело таким образом, что следующим за Украиной будет Польша, то здесь, значит, польское национальное самосознание покажет себя во всех России. Понимаете? Так что все делается очень грамотно. Нам бы поучиться у этих товарищей, как они, значит, действуют. Прежде всего на информационно-идеологическом поле. В прямом смысле кибервойна, гибридная война. Вы обратите внимание, когда произошли события 2013-2014 годов, то еще до их завершения американцы послали на Украину целую бригаду специалистов именно по информационной войне. Именно по информационной войне. Потому что они прекрасно понимали. Пока там будет ценное количество населения, значит, присутствовать с представлениями в мозгах, что мы как бы из одной купели вышли, не только из одной советской купели, но и из одной вообще славянской купели, православной купели и т.д. Итп страстить народы будет довольно тяжело. А когда им будет бита в голову совершенно иная матрица, в том числе их исторического развития, когда им будут всегда говорить о том, что Россия на протяжении столетий была, как это сейчас принято говорить, экзотциально врагом украинского народа, украинской государственности, то понятно, что такому человеку гораздо проще дать в руки оружие и сказать, иди убивай. Как вы оцениваете роль Беларуси в этом вообще водовороте событий? Мне трудно судить. Я же не обладаю той информацией, которой обладает тот же президент Лукашенко. Я просто хочу сакцентировать внимание на то обстоятельство, что нас Господь уберег от того, что могло бы произойти в Беларуси в 2020 году. Вот у нас до сих пор нет этого осознания. И, слушайте, слава Богу, что в Беларуси в тот момент оказался Лукашенко, не Янукович. Если бы в Беларуси был бы такой же Янукович, то мы бы получили бы сейчас аналогичную ситуацию в Беларуси. То есть нас бы уже окончательно обложить не со всех сторон. И тогда положение России было бы куда-то более тяжелым. Я считаю, что он тогда сыграл выдающуюся роль при поддержке России. При этом я замечу, что тогда ведь многие, в том числе и наши как бы патриоты, условно говоря, наезжали на Лукашенко, говорили, что он предельно жестко поступил с оппозиции, ну и так далее, и так далее. У меня тоже такие мысли проскальзывали, условно говоря, особенно когда показывали, что поднимаются и трудовые коллективы. А он не испугался, он пошел ведь на эти заводы, разговаривал в открытую с рабочими, инженерами и т.д. и т.п. У многих тогда еще не было понимания, осознания того, что события в Беларуси, они касались-то не Беларуси, собственно говоря, не Лукашенко. Все это было направлено прежде всего против России. И слава богу, что и Путин, и Лукашенко понимали это. Все-таки они люди, умудренные опытом. Вот здесь они все личное отодвинули в сторону и поставили все-таки в углового угла принципиально то, что, по сути дела, должно спасти Шинфуды от того, что к нам уготовили. Ведь я вот в данном случае вспоминаю известное выступление Сталина и по радио 3-го числа, 3-го июля, а затем и на станции метро Маяковская 6-го ноября 41-го года. В первом выступлении он в конце сам сказал, что в этой войне решается вопрос, быть или не быть нашим государством. Быть или не быть народом нашего государства. Вот как вопрос стоял. Не то, что мы должны какую-то территорию отдать, какие-то контрибуции там выплатить, ДТП. Здесь шла о жизни нашего государства и о жизни наших народов. Прежде всего славянских народов. Русских, украинцев, белорусов. А на станции Маяковская Сталин прямо сказал, «Немцы нам объявили истребительную войну. Они получат истребительную войну». Вот сейчас также стоит вопрос. Уже никто не может так наступать на одни и те же грабли. Нам, по сути дела, объявили истребительную войну. Здесь, знаете, панели прошли пал. Любые попытки договориться с Западом. Я вот буквально сейчас читаю мемуары Положеченко. Это переводчик Горбачева и Шеварнаца в годы Перестройки. И вот вчера вечером читал как раз тот фрагмент его мемуаров, который касался объединения Германии и невступления ее в НАТО. Слушайте, там приводятся цитаты из бесед Горбачева с тем же Бейкером. Это госсекретарь США. Где Бейкер ему говорит, «Нет-нет, ну что вы, что вы. Мы ФРГ, конечно, сохраним в составе НАТО. Потому что это суверенное государство. Я вообще праве выбирать, в каком военном блоке ему состоять, и вообще не состоять ни в каком военном блоке и так далее. Но мы даем вам гарантии того, что территория ГДЛ уже в составе единой Германии не будет включена по факту в НАТО, поскольку на территории не будут разрешаться НАТОвские поезда». Дальше мы даем вам гарантии того, что на территории Германии не будет американского ядерного оружия. Ну и так далее, и так далее. И что осталось от этих договоренностей? Поэтому то, что сейчас предлагает ОЛОН, типа, значит, пойти на переговоры с Россией, и, значит, путем даже ликвидации каких-то санкций договориться, верить американцам, вот после всего того, что произошло за последние полвека, ну, не стоит ей букву. Потому что они все договоренности, разнородные даже не поперхнутся, что называется. Американцы уважают только СИУ. Так здесь даже последний пример. Вот Минские соглашения, которые, в общем-то, были призваны к тому, чтобы каким-то образом урегулировать ситуацию на востоке Украины еще тогда. И вот откровение последнего времени. Первым был Порошенко, который признался в том, что он и не собирался, собственно, выполнять эти соглашения. Потом выпалила Меркель. Вот ей это было зачем, не знаю. Ну ладно, уже сказала, все поздно. И сейчас все, один за другим, все стали говорить о том, что никто и принципиально не собирался выполнять эти соглашения. Ну так, ребята, а как тогда с вами договариваться? О чем? Где? Какие еще форматы нужны, чтобы вам поверить? Ну, чтобы вот это доверие каким-то образом вернуть? Я не знаю. Дело в том, что, вот послушайте, почему они не, значит, пошли на выполнение Минской соглашения? А потому что они не верили в свою мощь России. Они считали, что это какой-то осколок Советского Союза, который пыжится, который что-то там пытается играть, значит, на мировой арене и т.д. и т.п. А на самом деле это, значит, фантомный там или бумажный тигр, с хрением которого, в общем-то, и не стоит считаться. Я думаю, что именно во многом поэтому Запад так и вел себя по отношению к России. Ну, Путин тоже это наконец-то понял. Он сначала, на мой взгляд, это не совсем понимал. Он пытался строиться в эти мировые, прежде всего, европейские структуры и налучивать отношения даже не столько с США. В США его волновали главным образом проблемы ядерной безопасности и сооруженческой тематики. А то, что касается реального торгово-экономического сотрудничества, он стал делом прежде всего на Германию и на Францию. Понятно, что это било по интересам американцев, но в данном случае, значит, Путин считал, что экономические интересы дьерпанского, французского, австрийского, там, итальянского бизнеса, они перевесят все это давление со стороны Шиньтота. Но по факту оказалось, что эти государства, они просто реально потеряли свою суверенность. И они, значит, являясь членами НАТО, по сути дела, вокруг этого НАТО отдали весь политический суверенитет, политический суверенитет на покуп американцев. И в данном случае, значит, Путин ничего не оставалось делать, как сказать, ребята, а вы заблуждаетесь по поводу возможности России. Вы заблуждаетесь, вы этот холостой выстрел сделали. Мы вам показываем, что с нами шутить и разговаривать подобным образом нельзя. Вот когда они поймут это, тогда они уже с нами будут по-другому разговаривать, в том числе и со столом переговоров. Потому что мы им скажем, что если, ребята, вы не будете выполнять здесь и на себе обязательства, получите вот это опять. Вы с нами больше не шутите. Все, время шуток закончилось. Вот когда это понимание придет, тогда они, я думаю, что у кого приходят, у той же лула, кстати. Чего это она вдруг выступила-то? А потому что они понимают, что вот эти вот действия военные, они касаются не только России, они касаются в том числе и американцев. Что надо находить в конце концов, так сказать, или, вернее, приходить к концу. Ведь, слушайте, я вот напомню, в данном случае процентное соглашение между Сталином и Черчилем октября 1944 года, когда, значит, Черчилль привез в Москву членов лондонского эмигрантского правительства Польши с тем, чтобы, значит, Сталин сделал этих ребят по главе с Николайчиком с представителями Люблинского комитета, чтобы они сформировали коалициональное правительство Польши. И параллельно в ходе этих переговоров было подписано так называемое процентное соглашение. Причем я видел документы, там прям в прямом смысле проценты ставились. Понимаете? Подписывал это соглашение не Сталин с Черчиллем, Аидом с Молотовым, но договаривались именно Сталин с Черчиллем. Но там четко речь шла, вот в прямом смысле, о разграничении сферы влияния в Европе. Вот это ваше, а это наше. И не лезьте. Но мы-то не лезли, а эти-то постоянно лезли. Сначала хумановская доктрина сдерживания коммунизма, потом эсенхауровская доктрина отбрасывания коммунизма, ну и так далее, и так далее. И все события, например, в той же Польше, в той же Чечеловаке, в той же Пенгрии, антисоветские, все эти мятежи и всякие выступления. Это же чистой воды, так сказать, американско-немецкой, я имею в виду, а поднегерманские эти, покрутаться. Там и британцы тоже приложили свою руку, но британцы уже так, в руку придут. Так главным образом БНД и ЦРУ, вот, все эти спецоперации типа фокуса, и так далее, и так далее. Но при этом, я замечу, американцы с нами шутки не шутили, потому что они прекрасно понимали, чем это грозит, условно говоря. Они на своей шкуре, в том числе и во Вьетнамской войне. Почему они с нами пошли на разряд? Не только потому, что мы создали паритет ракетно-ядерного вооружения, а они же столкнулись с нами в войне на территории Вьетнама. Они же прекрасно понимают, кто стреляет из этих ПЗРК, кто, так сказать, сбивает американские самолеты, ну и так далее, и так далее. Вот. Поэтому они и разговаривали с нами посерьезно, они ходили нас за нас. Как только мы показали свою слабину, готовность отдать все и все, вот они с нами так и стали вести. Значит, причины, даже не столько в Вашингтоне, в Лондоне или в Берлине, а в нас прежде всего. С ними можно разговаривать только с позицией силы. Они уважают только силу. Слушайте, да так всегда было в мировой истории. Всегда. Слабыми понукают и заводят, а сильные боятся и пытаются договориться. Реально, по-серьезному договориться, по-взрослому. Вот, значит, наша задача понятна, совершенно очевидна, что нам нужно делать. Редактор субтитров А.Семкин